...который, собственно, тут стоит на сцене. Те 100 стран, на самом деле, где-то их 110, которые я посетил. Как я к этому пришел? Когда-то занимался фотографией, при этом я еще учился на физфаке, потом одновременно что-то делал на телевидении, и потом фотография победила. Победила чем? С помощью фотографии я умел влезть туда, куда я не мог влезть без фотоаппарата. Так получилось, что именно фотография мне позволяла двигаться по жизни по тем интересностям, которые меня в тот момент увлекали. Интересно были байкеры, снимал байкеров, как они живут, заинтересовался дайвингом, поснимал дайверов, сам учился дайвингу, и всем остальным в таком же духе. В плане того, что учился летать на Ягд-52, не потратив на это никаких живых денег, отработав все это фотографией, рекламой и так далее. Но это вот из серии, как и что со своей жизнью делать. В конце концов, это пришло к тому, что была создана первая в Екатеринбурге фотошкола, тоже из потребностей людей. Люди сказали, давай расскажи, что ты снимаешь, как снимаешь. Пришлось всех добрать кучку, устроить фотошколу. Сейчас фотошкол много, этим никого не удивишь. Но и тема путешествий, которые меня интересовали всю жизнь, то есть я так же остановился, подумал, что же мне интересно, что же я делаю это, независимо от ситуации. И в школьные годы, и в студенческие, я все время куда-нибудь ездил. И именно из тех людей, которые увлекались фотографией, сформировались те самые первые группы, и которые сейчас продолжаются, где-то уже 11 год. Есть вот эти выезды по разным точкам планеты. Людей, которые увлекаются фотоаппаратом, я их собираю в кучку и куда-нибудь еду. В отличие от турфирм, я не называюсь турфирмой, я не говорю, ребята, дайте немножко денег, и я вам продам туристический пакет, ну и какую-то туристическую услугу. Именно потому, что я не продаю туристическую услугу, единственное, что я могу людям предложить, это я могу немножко получить их фотографии. Сформировалась вот такая вот тема фотопутешествий. И действительно, за эти 10 лет больше 100 стран, причем очень сложных, и самых дальних Африк, и те же Гавайи, и Папуа, Новая Гвинея, и Южная Америка там вся, и остров Пасхи, например, кто до него добирался. Это очень далеко и сложно. К чему, собственно, вот эта вся подводка? Тема сегодняшнего выступления — это рассуждение о вреде планирования. Сформулировано достаточно жестко и противоречиво. Почему? Потому что всех всегда учат, чтобы чего-нибудь достичь, достичь какой-то цели. Вот Юля там про путешествия поставила цель. Не знаю, планировала она или нет, она мне рассказала, насколько детальный у нее был план. Но человек ставит цель, и ее достигает. И все бизнес-тренеры, которые тут выступали, и вообще вот с кем вы сталкиваетесь, все говорят о том, что надо очень четко планировать свою жизнь. Но поскольку я сам могу вам что-то внятное рассказать только о фотографии или о путешествиях, я не лезу в финансы, я не лезу в планирование жизни, я могу вот эту вот свою тему о вреде планирования продемонстрировать только на своем опыте. То есть на фотографии и на путешествиях. Как происходит обычное путешествие или там поездка куда-то далеко стандартного, условно, туриста. Человек приходит в турфирму и покупает пакет. Что из себя представляет пакет? Очень внятно, понятно, когда мы садимся в самолет, куда летим, когда приземляемся, там нас встречают, везут в отель, и по каждому дню все ясно. Где живем, что едим, какие достопримечательности смотрим. Только так человек отправляется в отпуск. Потому что он, ну даже вот самый счастливый человек, который хорошо работает, хорошо зарабатывает, он себе может позволить такой выезд раза два в году. То есть пять месяцев человек упорно работал, а потом венгель выкроил. Ему это время очень дорого. Человек планово работал, планово копил деньги и две недели должен потратить с чувством, с толком, с расстановкой. Соответственно, он хочет все запланировать и не потерять ни секунды зазря. Все спланировано. Понятно, что здесь аудитория очень продвинутая. Далеко не все идут в турфирмы, не покупают обычную стандартную путевку на пляжный отдых. Все же считают, что мы уже достаточно продвинутые, можем сами все сделать. Есть авиасейл для покупки авиабилетов, есть Booking.com для того, чтобы забронировать отели, и есть куча форумов для того, чтобы… Кстати, авиасейл, Booking.com, не забудьте мне на счет немножко за рекламу поставить. Понятно, что люди собирают себе эту поездку самостоятельно, но она все равно идет строго и по плану. То есть приходится планировать и все по дням расписывать. То есть человек очень жестко привязан. Он не может вдруг ни с того ни с сего резко поменять свой маршрут, поменять план поездки, поскольку он уже взял отели и заплатил за них заранее. И тема фотографии, она тоже по идее должна была быть такой же. Очень часто съемки, допустим, рекламные, происходят каким образом. Рисуются эскизы, фотограф должен четко по эскизам действовать. Но в своей фотографической деятельности я понял, что без хотя бы легкой импровизации фотографии не обойтись. Есть эскизы, но всегда происходит некое творческое увлечение. И хочется от эскизов сдвинуться. Мы нарисовали для заказчика эскизы, рекламируем полотенце. Смотрим, вот кадр Бенетона. Согласовать надо, что-то показать. Ребенок держит полотенце справа слева от ушей. Делаем то же самое с моделью. Она прижимает свои красивые кучерявые волосы. Получается уже некрасиво и неинтересно. Приходится что-то тут же менять, хотя это не согласовано с заказчиком. А пусть она полотенце сложит на голову, пусть там дальше качается, и волосы красиво летят. И полотенце интересное, сюжет становится интересней. Мы делаем то, что просил заказчик согласно плану, и то, что вот куда нас понесло. А план нужен для того, чтобы тогда, когда вот это вот азарт и увлечение прошло, то есть мы сняли этот кадр, так, вообще что снимали? А, да, у нас есть план эскизы, возвращаемся к ним. Что касается путешествий. Вот эти вот поездки, в которые… Вот здесь немножко идут картинки с этих поездок. Понятно, что они совсем стандартные. Там не только пальма, солнце, море, а какая-то жизнь людей, вот этих вот людей, которые живут, например, на кладбище в Филиппинах. Вот, когда я вытаскиваю людей вот в эти поездки, очень часто вся планировка поездки сводится к тому, что у меня просто куплены билеты. Отсюда, в Колумбию и обратно. И все. А, нет, в Венесуэллу мы тогда купили билет. В Каракас, туда и обратно. И дальше весь план состоит только из нескольких хотелок. Вот что там такое есть, куда нам хотелось бы попасть. Вот есть, например, в Венесуэле водопад Анхель. Да, мы знаем, что он есть, но я не прописываю маршрут, я не арендую никакие машины, я не покупаю никакие отели заранее. Все это решается на месте. То есть как? Захотелось есть, пошли, нашли, что есть. Захотелось спать, то есть ночь наступила. Мы в этот момент только ищем жилье. И, как ни странно, есть часть людей, которые просто вот так, вот собираемся в этом году, так, туда, туда. Что заранее купленные отели, заранее забронированные машины, арендованные. Не-не-не, в такую поездку мы не едем. Мы едем только туда, вот как ездили раньше. То есть у людей есть такая потребность. Почему и откуда она берется? И вот первый такой вопрос. Чем же может быть вредно планирование в путешествии? Человек заранее просмотрел все точки, куда едет. Он составил себе впечатление. Он уже представил себе всю поездку. И когда он приезжает, у него нет вот этого восприятия новизны. У него уже есть свое собственное мнение о каждой точке. А мы, человеки, существа такие, если у нас есть мнение, то нас этого мнения сдвинуть крайне сложно. То есть человек упирается и вообще не желает видеть того, что на самом деле происходит. Он не воспринимает мир так, как его воспринимает ребенок, который вышел из него. О, какой этот мир интересный. И вот все впечатления для него новые. У нас уже есть четко запрограммированные вещи. То есть человек, который едет по строгому маршруту, он уже представил себе всю поездку. И, возвращаясь домой, он скорее помнит свои впечатления, которые он получил, готовясь к поездке, мечтая о ней, чем те впечатления, которые на самом деле ждали его там на месте. Это вот первый такой маленький вред от планирования поездок. Второй не менее опасный вред – это невозможность сдвинуться. То, что я сейчас говорил уже. Уже запрограммированы те точки, оплачены. Это как же мы не поедем в этот отель, поскольку мы уже там заплатили, и нам в него ехать приходится. И даже одна из самых опасных ситуаций, которая была в наших поездках, была как раз связана с тем, что в одной из поездок я отдал на отпуск московской турфирмы маршрут по ЮАР и Намибии. И слишком большой километраж, который пришлось в этот день намотать. Но тут поехали в одну деревню искать аборигенов Намибии, племена Химбу. Туда они промахнулись, туда свернули, сюда свернули. За день проехали с утра 400 километров, днем 400 километров, и вечером надо было проехать 400 километров. И надо ехать эти 400 километров, возвращаться обратно. Человек, который за рулем в какой-то момент чуть отвлекся, не справился с управлением, машина вылетела и стала кувыркаться. И какие планы? Хотите, как говорится, рассмешить Господа Бога, расскажите ему о своих планах. Очень часто планы меняются из каких-то вещей. И вот эта необходимость следовать своему плану иногда приводит и к таким последствиям, но иногда мы просто жертвуем своими эмоциями. То есть вместо того, чтобы идти встречать рассвет, смотреть с горы, мы же сидим в отеле, у нас же включен и оплачен завтрак. Как мы можем его пропустить? Мы его уже оплатили. Точно так же встретились по пути, едем с машинкой, замечательный кирпичный завод в Непале, очень хочется пофотографировать, как люди живут. А стандартная группа туристов проезжает мимо, потому что им надо к вечернему ужину, который тоже оплачен согласно программой. Вот такие вещи я сталкивался лично в журналистских пресс-турах, когда очень все четко, и журналистам, ну как так не сесть то, что им оплатили завтрак, ужин и так далее. И следующее замечательное товарищи — это Вуду-фестиваль в Бенине. Каким образом мы попадали в Бенин? Мы отправились в Бенин, желая попасть на Вуду-фестиваль, не только не зная, а вот пустят ли нас вообще туда внутрь вот этого действия, мы даже не имели визы Бенина. Так получается, что ближайшее место, где можно сделать визу Бенина — это Брюссель. Ну то есть нет консульства в России, нет ни одного другого консульства, который бы представлял интересы Бенина, и пришлось лететь, очень просто, просто билет до Лагадуги, это столица Буркинов, со стороны частных людей, которые сейчас там в очередных передрягах военных, и оттуда перелетать, даже не в Бенин, нас туда не пустили, не пустили на самолет, пришлось сквозь Бенин пролетать в Тога, и уже ночью на границе решать задачку, каким образом попасть внутрь Бенина, не совсем правильно, не совсем по их местным законам, но за небольшие деньги местные ребята на границе помогли решить вопросик, когда за небольшие взятки нам оформили транзитную визу, и мы все-таки попали вот к этим товарищам. То есть вопрос импровизации в путешествии, он настолько же важен, насколько важен вопрос импровизации в любом творчестве, фотографическом или тем, которым вы занимаетесь. То есть не сколько важно следовать своему плану, сколько важно чувствовать себя и останавливаться в те моменты, которые интересны. И все наши точки, типа водопад Анхель, или карнавал в Рио, или любые достопримечательности, которые вам показались интересными, они являются не самой главной целью в нашей жизни. То есть обычно мы формулируем цель и считаем, что мы живем для того, чтобы эту цель достигнуть. А для нас в путешествии важна даже не сколько сама цель итоговая, куда мы едем, Эйфелевая башня пусть это будет, или остров Пасхи, эти стуканы, которые там стоят, где мы там побывали, сколько вот этот путь, сам маршрут, он может очень сильно меняться. Мы вроде двигаемся к водопаду Анхель, а при этом сменили несколько раз и частные самолеты, и частные лодки, и пообщались с людьми, и зашли в местную школу к индейцам посмотреть, как живут. А в какой-то момент у нас просто остановилась съемка, то есть мы утром специально встали в 5 утра, потащились 5 километров до ближайшей деревни с индейцами. И в какой-то момент, я понимаю, что один перестал фотографировать, другой перестал фотографировать, третий уже никто не фотографирует. А почему? А потому что мы идем и головами ударяемся в висящий манго, спелый и висящий манго. Мы ногами идем, хлюпаем по этим спелым манго, потому что их там много, там все в этом манге. Один перестал есть манго, другой перестал есть манго. Ну и вообще, к черту, эту фотографию, наждемся манго, а потом уже решим, что мы сюда пришли вообще. Ну и индейцы вокруг скачут, прыгают, все весело, интересно, никто эти манго не пытается даже продать, потому что они им уже вот здесь вот сидят, и вот здесь они вообще полностью в этих манго. Такие вот интересные вещи. Поэтому вопрос, а что, собственно, если не планирование? Все же планирование продолжает это что? Это распределение ресурсов, времени и денег. Если мы с вами не будем четко управлять временем и деньгами, то каким образом мы будем планировать свое путешествие, свою фотографию, свое творчество и вообще всю свою жизнь? Есть вариант пытаться останавливаться и понимать, а вообще сколько времени у нас в этой жизни осталось, сколько мы прожили и на что мы ее потратили эту жизнь, и сколько еще лет у нас осталось и на что мы готовы ее тратить. Просто на доллары переводя все это через валюту или что-то другое. Выясняется, что одним из вариантов, который предлагаю не я, предлагают умные люди, которые занимаются планированием, есть такая вот версия управлять ресурсом не времени и денег, а неким азартом, с которым мы тратим свою жизнь. То есть все время находить что-то, что вызывает интерес. Пусть кто-то называет это мечтой. Кто-то называет это экстримом, адреналином, еще что-то. Короче, жаждой жизни. Просто посмотреть, сколько лет нам осталось и на что мы готовы потратить следующий год. Я останавливаюсь, иногда смотрю и понимаю, ага, этот год я прожил в общем-то не зря. Я тут побывал в 20 странах. И не просто страны, это еще какие-то события. Это и карнавал в Рио может быть, но причем не карнавал с точек, на которые можно купить билеты у турфирм, и билеты, кстати, можно покупать у перекупчиков на входе в карнавал. Билет стоит 400 долларов, перекупчик предлагает за 600, а когда к нему приходишь и говоришь, товарищ, у меня есть 400 долларов. Он говорит по-испански, ты по-испански не говоришь, нормально. Вот есть 400 долларов и есть 8 человек, они все должны попасть на карнавал. Он говорит, что, охренел со всем, что ли? Это 600 долларов с человека, потом 500 долларов с человека, потом 400 долларов с человека. Через 40 минут он говорит, черт с тобой, давай 400 долларов, и все вовсе проходят. Решается вопрос. И таким образом это проэкономия. Но что интересно, можно оказаться на карнавале и там, внутри этой толпы, если просочиться вместо охраны, мимо охраны, и зайти один день потратить. Посмотрите, как все эти люди собираются готовиться, как эту приму поднимают наверх этой раскрашенной повозки. Она там 5 часов, бедняга торчит наверху, пока она еще попадет только в зону карнавала. И с выхода с карнавала, когда все уставшие танцоры, вот это вот самбо-пляский час во время прохода всего карнавального пространства, они выходят, сваливают с себя все эти карнавальные костюмы, они же одноразовые, и такие мокрые, уставшие, уползают вдаль. И вся вот эта площадка, заваленные костюмы, и специальные мусорщики сгребают эти костюмы в кучу, и сваливают, запихивают мусорные машины, которые трамбуют. У нас одна участница из Челябинска на это все смотрит. Мокра уже там, и уже вся ночь прошла, все устали, и вот она уже все у нее. На последних эмоциях у нее слезы из глаз. И вот это, бразильский карнавал. То есть очень по-разному воспринимают люди. Некоторые говорят, это же все планы, да? Вы же сейчас запланировали встать в 5 утра, поставили будильники, пошли снимать рассвет. И здесь вот вопрос. Одно дело, если вы запланировали себе что-то в жизни делать, да? В какой-то момент у вас азарт уже стух, да? И вам приходится работать уже по написанному плану. Вы себе обещали. Ну что такое обещали? Вы как бы не сознаете в том, что себе обещали. Ну зачем писать план, если его не выполнять? Это же не план тогда, да? И поэтому каждый человек, который написал план, он как бы дал обещание себе его выполнить. И дай бог, если этот план еще и показал кому-то. Он еще всем пообещал. Можно сказать, фу, какой планы свои не соблюдаешь. И вообще ты человек какой-то непорядочный и необязательный, да? А ежели мы живем по принципам вот этого азарта, и в этой поездке нам хочется рвануть в 5 утра на рассвет, потому что нам правда хочется залезть на эту гору в банальном хампе, недалеко от гола проехать, да, посмотреть на этот рассвет. И мы вскакиваем за 10 минут до будильника. Потому что внутренние часы сами срабатывают. Говорят, товарищ, ты хотел снимать рассвет? Все, вали. И при этом, если мы выползли на улицу, пошел дождь, и нам совершенно неохота в дождь карабкаться на эту гору и что-то там снимать. Вот там в Бразилии пошли мы снимать на границе Бразилии, Аргентина, водопады Игуасу. Ну пошел ливень. Ну не видать этих там водопадов. Кто-то может снимать красивые картинки под дождем и из этого потом делать выставки. Ну тут народ так и поснимать, и поотдыхать. Ну и тогда черт с этим водопадом. Сядем, нальем бразильского кофе и будем фотографировать кого. Вот этих носух, которые тут бегают, такие мокренькие, тырят, у нас бутерброды. И уже хорошо. То есть мы способны резко менять свои планы, потому что у нас нет плана. Иногда есть такое высказывание. Если все идет не так, говорите, все идет по плану. Мало ли какой дурацкий у вас план. То есть в данном случае можно действовать как угодно. И в случайностях, которые подстерегают, еще непонятно, где опаснее, где безопаснее. Я вот, например, сам дома у себя из окна видел пролетающий метеорит, который мог спокойно прилететь прямо мне домой. Куда уж более безопасное место, чем вот у меня дома. И ровно с такой же вероятностью и ровно столько же раз в своей жизни я оказывался в эпицентре землетрясения. 7,2 балла на Филиппинах, где какие-то картинки были на эту тему. Ну реально, рушилась архитектура вокруг. Ну замечательное ощущение, рекомендую испытать. Но только если так же, как мы, вы оттуда выкрутитесь, потом живые и здоровые. Понятно, что не позавидуешь. Но если извергается вулкан, и гарантированно славненько так извергается, так что вот с 300 метров смотришь, все это на 100 метров вверх улетает. И все эти вот ошметки, вот этой вот лавы падают 50 метров до тебя, не долетают. Ну все время так извергается. Очень хорошо, комфортно. Два раза был на этом острове Ивануату. И вот ровно с такой же вероятностью и запланированностью, как я тут видел, я Ленина видел, ну не Ленина, Путина, да, здесь у нас приезжал. Я как-то тогда еще работал, один раз поснимал, президента больше уже не надо, собственно, галочку такую поставил, поработал, попал, но пришел, вот как вас видел, Путина фотографировал. Ровно столько же раз я в жизни видел Джеки Чана. Только в отличие от президента Джеки Чан был не против, чтобы с ним поздоровался и пожал руку. С тех пор руку не мою, кто хочет потрогать. Руку трогал Джеки Чан, знаете, в теории пяти рукопожатий, да. И это совершенно без плана, да, потому что мы прилетели на эти острова в Ивануату, на месте узнали, что тут на соседнем острове извергается вулкан, про него в интернете ничего внятного написано не было, мы хотели просто отдохнуть на берегу океана. Ну понятно, что мы не смогли уже дальше отдыхать на берегу океана, бросили этот оплаченный отель каких-то полтора часа летом на другом острове, ну и туда же захотелось лететь в Джеки Чану. Они там снимали доспехи Бога-3, он прилетел в столичный аэропорт на своем личном реактивном джете, а вот на тот остров с вулканом уже лететь не мог. Ну не может эта его большая реактивная посудина туда приземлиться. И его запихнули к нам в этот турбомоторный самолетик, без всякого бизнес-класса, просто вот сюда же, как всех. И вот так вот удалось повидать Джеки Чана, ничего не планировал. И вот эта вот экспромтная такая деятельность позволяет. Итак, не то чтобы я против планов. Все, что я хочу донести до аудитории сейчас, это вот посмотрите, что можно увидеть в этом мире, если не пытаться запланировать все. Мы можем запланировать точки, мертвые точки, исторические, известные, которые там стоят веками. Но мы не можем запланировать живые эмоции. Мы не можем запланировать тех людей, которые там окажутся. Когда вот этот кадр снят на Мальдивах, мусульманская тетка под водой с телефоном, с открытыми глазами улыбающейся, заплати мне сколько угодно денег, сними рекламный кадр. Настоящая мусульманская женщина под водой, с открытыми глазами, с улыбкой сотовым телефоном. Я скажу, что, ребята, миллион долларов, и то не факт, что эти ребята мусульмане мне позволят такой кадр сделать. Этот кадр сделан совершенно случайно. И вот этот тоже. Он пришел рулиться с полицейским, попал в Айгвинеи, что они там рулились, но кадры есть. То есть все, что надо, это, конечно же, продолжать строить какие-то планы, но позволить себе дать внутреннее разрешение в любой момент эти планы нарушать, перекраивать, исследовать тому, что вам попалось по пути. А как только вы дадите себе внутреннее разрешение, вы уже не будете столько времени тратить на планы. Каждый раз, когда я пытаюсь для каких-то новых участников поездки составить план, скажи план, куда едем-то, я не могу так просто ехать. Я сижу там, трачу какое-то время, понимаем, мне это уже лениво. И я понимаю, почему я могу это не дописывать. Потому что сколько раз я не писал планы, столько раз я их нарушал. Там от силы 10-20% от этого оставалось. То есть оставляем только список хотелок, чтобы нам хотелось, и просто к ним движемся. А там будет, что будет. И я вам, в общем-то, желаю этой внутренней наглости жить без плана. Все. Спасибо. Станислав Елоглазов. И, Станислав, у нас, к сожалению, нет времени задать вам вопросы. Спасибо.